Доброе утро! Мы продолжаем рассказывать о лучших достопримечательностях крупнейших городов нашей страны. Сегодня мы поговорим о Витебске. К сожалению, никогда в Витебске не была. Это было очень давно, не помню. Но там есть очень древний собор. Это я точно знаю, церковь. Амфитеатр, где конкурсы, песни проходят. Это Славянский базар. И, конечно, художник, наверное, остаться сразу. Музей Марка Шагала. Музей Марка Шагала. Славянский базар. Ну вот, Славянский базар, достопримечательность, почему нет? Слышать-то мы слышали, смотрели по телевидению, видели Славянский базар, но там мы не были, к сожалению. Время полюбоваться лучшими достопримечательностями Витебска. Версия интернет-рейтингов. Открывает тройку Успенский собор. Его строительство длилось с 1743 по 1777 год. По образцу храма Сан-Карло-эль-Корса в Риме. К сожалению, оригинальное здание не сохранилось до наших дней. Собор был взорван и разрушен до основания в 1936 году советской властью. Воссоздали его уже в начале 21 века. В середине списка собор Святой Варвары, построенный в 1783-1785 годах. В стиле барокко. В 1935 церковь закрыли и здание использовали в качестве склада. Во время Великой Отечественной войны были разрушены башни. А в послевоенное время здание храма стояло заброшенным. Реставрация началась лишь в 1988. На первом месте музей Марка Шагала. Он включает арт-центр Марка Шагала, в котором проводят выставки художника, и мемориальный дом-музей Марка Шагала. Это здание в начале 1900-х годов построил отец художника. Там Марк Шагал провел свои юношеские годы, о чем он позже написал в автобиографической книге «Моя жизнь». Завтра будем просыпаться под лучшей песней певицы Бейонсе. До скорого!